антон павлович чехов моя на на это было тогда когда я еще не был неизвестным литератором и мои колючие усы не были еще даже чуть заметными полосками был хороший весенний вечер я воротился с дачного круга на который мы учиняли пляс как угорелый в моем юношеском организме выражаясь образно камня на камне не было восстал язык на язык царство на царство раскалялась и бурлила на я отчаяннейшая любовь любовь была жгучая острая дух захватывающая первое одним словом влюбился я в высокую статную барыньку лет двадцати трех с глупеньким но хорошеньким личиком с чудными ямочками на щеках влюбился я и в эти ямочки и в белокурые волосы которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки ах одним словом воротясь круга я повалился на свои ложи и застонал как пришибленный через час я сидел за столом и дрожа всем телом измарав целую десять бумаги сочинял письмо следующего содержания валерия андреевна я знаком с вами очень мало почти не знаком но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мною цели минуя громкие фразы я прямо приступаю к цели я люблю вас да я люблю вас и люблю больше жизни это не гипербола я честен тружусь следует длиннейшее описание моих доблестей жизнь моя мне недорого не сегодня так завтра не завтра так через год не все ли равно на моем столе в двух футлярах от моей груди лежит револьвер шестистволка я в ваших руках если вам дорога жизнь страстно любящего вас человека то отвечайте жду ответа ваша палаша знает меня можете через нее ответить ваш вчерашний vis-a-vis такое-то имя рек писи жальтесь запечатав это письмо я положил перед собой на стол револьвер для фантазии больше чем для самоубийства и пошел между дачи искать почтового ящика ящик был найден и письмо опущено вот что произошло как рассказывала мне потом палаша с моим письмом на другой день утром часов в одиннадцать палаша после прихода почтальона положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальную хозяйки валерия андреевна лежала под воздушным шелковым одеялом и лениво подтягивалась она только что проснулась и выкуривала первую папироску глазки и капризно щурились от луча который сквозь окно назойливо бил в ее лицо увидев мое письмо она состроила кислую гримасу от кого это спросила она прочти сама палаша я не люблю читать этих писем глупости все палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение чем больше углублялась она в чтении моего сочинения тем круглее и шире делались глаза ее госпожи когда она дочитала до револьвера валерия андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на палашу что это значит спросила она недоумевая палаша прочла еще раз валерия андреевна замигала глазками кто же это кто он ну зачем он так пишет заговорила она плаксиво кто он палаша припомнила и описала меня ах да зачем он запишет разве так можно что же я могу сделать не могу же я палаша он богат что ли палаша который я давал на чай почти все свои дивиденды подумала и сказала что я вероятно богат не могу же я сегодня вот у меня алексей матвеевич будет завтра барон в четверг ром будет когда же я могу его принять днем разве григорий григорьевич обещались у вас быть нынче днем ну вот видишь разве я могу ну скажи ему пусть пусть хоть чай придет сегодня пить больше я не могу валерия андреевна готова была заплакать первый раз жизни она узнала что за штука револьвер и узнала из моего сочинения вечером я был у неё и пил чай выпил четыре стакана хоть и страдал на мое счастье был дождь и не приехал к валерии и алексей матвеевич в конце концов я ликовал